Всем привет, ребята! С вами распаковочка-упаковочки на дворе 14-11-22. И я, наверное, немножко не с того начну, но всё равно, точнее, очень даже с того. Но обычно мои ролики начинаются прямо с самого начала, с вступления, так сказать. Но сейчас с места в карьер я хочу показать прямо с самого, что ни на есть начало, по самую такую вот сердцевину того, что я вам хочу показать в данном ролике, а именно уже сам подарок. Почему? Конечно, причина есть этому, но я не буду вас ей, так сказать, как-то тянуть время по этой причине. Хотя, в принципе, ладно, скажу. Просто Стас очень хочет попробовать этот приз. Ему большое спасибо. Он, в общем, сам его забрал, сам донёс. Вот я его очень попросила это сделать. И большое спасибо ресторану «Ос-Суши». Ну, если честно, я не знаю, ребят, как правильно ваше заведение называется «Ос-Суши» или «Ос-Суши». Ну, в общем, я вас называю «Ос-Суши». Я надеюсь, вы не против. Вот «Ос-Суши» я как-то запомнила, и всё. Вот там, по-моему, после «О» идёт восклицательный знак, да, и потом идут «Суши». Вот так вот называется заведение. Мы ни разу у ребят ещё ничего не заказывали, но я выиграла у них вот такой вот прекрасный набор. Это был, по-моему, даже главный приз. Ну, главный, я считаю, по какому критерию? По-моему, четверо ребят там или девчат, да, выиграли по восемь гунканов с мидиями, а у меня получилось шестнадцать выиграть. Ну, то есть я играла с ботом, как, в принципе, все остальные участники в группе ВКонтакте. Нужно было выиграть в «Камень, Ножницы, Бумага». Мне кажется, ребята, это первый раз, когда я вообще выиграла, ну, у бота, да, что-либо, потому что играть в эту игру на самом деле сложно. Я играла, ну, я даже не знаю, сколько раз в своей жизни, ну, неважно. Ну, несколько раз точно играла. Вот, и могу сказать, что, по-моему, по-моему, ни разу не выиграла, вот только сейчас. Мне очень-очень приятно, спасибо большое ресторану, мы сейчас все вместе отведаем, покушаем со Станиславом. Вот, спасибо большое, что сразу же прям ответили на мое сообщение. Ну, я имею в виду в этот же день для меня, сразу же в этот же день. Ну, я не помню, через какое время, но, в принципе, я это получила ответ. Все было ок, все отлично, вот, и вы сказали, что муж может, да, забрать, все окей. Вот, единственное, может быть, как, как сказать, пожелание, да. Дело в том, что это очень хорошо, что вы написали, что клиент может подойти и забрать без всяких документов. Но, мне кажется, все-таки, все-таки, если кто-то забирает свой приз, то лучше, лучше, чтобы, ну, не получилось каких-то казусов, спрашивать все-таки тот или иной документ, ну, просто мало ли, всякие случаи бывают. Вот, хотя мне очень понравился ваш подход, а-ля, мы рады своим клиентам, поэтому мы не просим их показать какие-то документы, принести с собой что-то, вот. Поэтому любых, там, клиентов или призеров, да, мы ждем, можно так сказать, с распростертыми объятиями. Вот, поэтому обязательно приходите, забирайте. И, конечно же, если вы лично не можете, то может прийти ваш супруг, вот. Что-то, в общем, в этом стиле. Поэтому мне это все очень понравилось, ну, с единственной такой пометочкой, что возможно, возможно. Я не знаю, как, ну, все равно решать будете вы, вот. Просто, чтобы такое пожелание, да, на будущее вы рассмотрели. Если вам понравится такая идея, можете ее внедрить. Если нет, то нет, ничего страшного. Вот, просто, ну, так сказать, я так говорю, как будто опыт какой-то есть. Но, на самом деле, я вот не помню, есть он или нет. Просто, ну, знаю, что всякое бывает. В общем, я сказала Стасу, что я буду снимать вообще недолго-недолго. Ну, как уж тут недолго, потому что я должна рассказать всю историю, во-первых. Во-вторых, я должна показать сам приз гунканы, да. И так как Стас начинал сразу все это выкладывать, да. Но все-таки он, мне очень приятно, что он сказал, что да, ну, ладно, да, можешь сама открыть. Ты же выиграла. Вот, эту коробочку красивую открывала я, да. И мне очень-очень это лестно. Вот, смотрите, я подумала, что гунканы это такие штучки а-ля... Просто завернуты они в этот листочек, я забыла, как он называется. Ну, может, нори? Наверное, нори, но, если честно, я не уверена. И я думала, что он просто будет заполнен, ну, мидиями, да, как таковыми. И риса не будет. Но, ребята, смотрите, тут 2 гунканчика упали. Кстати, они упали. Вот, как я изначально снимала с этой позиции, да. Они упали как-то так, ну, симметрично. Вот, очень-очень мило. Вот, симметрично они упали. И стало видно, что там снизу имеется рис. Вот, и для меня это было удивительно узнать, потому что мне казалось, что в данных штучках риса просто нет. От слова совсем. Да, был у нас случай, что мы делали заказ в ресторане. Или это был выигрыш тоже, я не помню, ребят. И тоже, да, упали они. Но, не знаю, мне почему-то кажется, что здесь они упали как-то, знаете, так аккуратненько и как бы, ну, видимо, когда их, я не знаю, несли, да. А там было такое, что как будто они все перевалялись, не пойми в чём. Ну, то есть не то, что не пойми в чём, а именно, что они, как сказать, ну, не то, что, я даже не знаю, были положены так неаккуратно или что. В общем, у меня вот такие вот сложились впечатления. Посмотрите, тут, если они и упали, да, то всё аккуратненько лежит, ничего, всё осталось даже на месте. Вот. Там было совершенно по-другому. Это я к тому, что потом мне не писали, что как так, ты про одни говоришь так, а про другие так. Хотя случаи, ну, похожи. Ребят, случаи, они, если и похожи, то только совсем чутка. Ну, и раз, ребята, я гунканчики, да, вам показала, то начнём с того, с чего я, в принципе, должна была начать, как обычно. Вот. А это, конечно же, упаковка. Всё было упаковано. Посмотрите, вот такой вот классный крафтовый пакетик с... Я так понимаю, что это у нас, да, это их логотипчик. А может быть, правда, ребята называются осуши, а не так, как я их называю, осуши. В общем, ребята, если что, заранее измените. Ну, вот как-то мне так, не знаю, проще, что ли, или интереснее, я не знаю. Ну, и сейчас будет стоять просто такой хруст. Ну, да, как я и говорила. Это потому, что кокос с чербетом решили прийти покушать. Ну, вот, в принципе, как и люди захотели, да, и животные тоже захотели. Итак, мы видим здесь ещё, кроме логотипа, да, сбоку имеется ссылка на сайт. Ну, в общем, картинка, да, этой ссылки. Поэтому обязательно заходите, смотрите, что есть. Вот, я думаю, что-нибудь можно подобрать, потому что я уже давно, если честно, задумываюсь о том, чтобы заказать в этом ресторанчике что-нибудь интересненькое. Потому что вот как-то вот гляжу-гляжу, и очень хвалят суши там. Я не знаю, ребят, возможно, что-то мы закажем. И если мы будем заказывать, то, конечно, обязательно сниму обзор. Так что, если что, ждите. А снизу пакетик выглядит вот таким вот образом. То есть перекрещенные, как это называется... Ну, ладно, назовём их просто линии, да. Справа зелёные кружочки, а слева линия с полностью закрашенной стороной такой вот. Цвета фуксии или что-то подобного. Короче, даже и здесь мне всё нравится. Я имею в виду в том смысле, что цвет фуксии у меня на канале есть порядочное видео про этот цвет. Вот прям именно про этот. Сочетание красного и зелёного и фуксии с зелёным, мне кажется, очень даже таким вот милым решением. Ещё я хотела обратить ваше внимание на такую деталь. Посмотрите, на пакетике была такая бирочка, где написано с любовью. Это очень мило, очень классно, так что большое вам спасибо. Ещё раз покажу логотипчик, он здесь тоже присутствует, уже в такой более яркой форме. Ну и конечно, конечно, ребят, я не могу вам не показать этот просто шедевр. Мне кажется, это шедевр. Почему? Посмотрите, как красиво выглядит эта коробочка. Она настолько тяжёлая, я не ожидала, что гунканы такие тяжёлые. Мне почему-то казалось, что они такие, знаете, ну, лёгенькие на самом-то деле. Но, видимо, за счёт риса, за счёт того, что сверху мидий очень много, вот, они такие прям достаточно увесистые. Мне очень хочется верить, что всё, что здесь представлено, нам со Станиславом понравится. Потому что всё, что мы про о суши или о суши теперь знаем, да, всё вселяет какое-то такое доверие. Ну и как я уже говорила, здесь тоже сочетание идёт сверху на коробочке тех же самых цветов. Но уже чем это отличается? Тем, что там был зелёный, а здесь салатовый. А сочетание салатового цвета и цвета фуксии – это просто одно из моих таких вот «favorite». Поэтому, поэтому я, как уже говорила, жду от этого приза просто самых, что ни на есть, классных эмоций. Вот. У меня и так-то они классные, да, ещё до того, как я попробовала что-либо. Но мне хочется, чтобы такие же эмоции были после вкушения, да, можно так сказать. В общем, после тестирования данных кунканов, данного приза. Ну, ещё покажу, конечно же, сбоку и спереди. Вот так она выглядит. Так что спасибо большое ресторану. Будем сейчас тестировать всё это, вкушать сию пищу и вспоминать, конечно же, этот прекрасный подарок. Вот. Я очень, правда, надеюсь, что нам всё-всё понравится. Пока что нам нравится всё, ребят. Спасибо вам огромное. И спасибо всем, кто посмотрел данный ролик. И да, я не спешу прощаться, потому что я забыла вам показать вот это. Это тоже лежало вместе с коробочкой. То есть, ребята ещё положили имбирь, васаби и, скорее всего, тут ещё соевый соус. Да, ребята, посмотрите, так и есть. И финальное, конечно же, здесь лежали ещё две палочки. Точнее, их всего четыре. Но как раз на двоих. Так что просто я очень счастлива. Стас, я думаю, счастлив не меньше меня. Мы идём пробовать и делиться с вами своими впечатлениями насчёт кунканчиков. Вот. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо большое ресторану за то, что вы проводите розыгрыши. Я надеюсь, что вы не прекратите это делать. Розыгрыш всегда очень приятно, очень здорово. Вот. Здоровская штука. Спасибо вам большое всем и пока-пока.